Отлично. Работаете, я это сам. Добрый день, утро. Это любимый горячо нашим отделом Владимир Иванович Будько. В ноябре состоялась его персональная выставка. Нам так понравилось с ним сотрудничать, что мы решили продолжить нашу плодотворную работу. И, наверное, уже в курсе, кто не в курсе сообщает, наш фонд Владимир Иванович передал коллекцию экс-либрисов, не только своих, но и других известных ленинградских графиков. Тоню, можно присоединиться, кстати, интересно. И некоторые работы из нашего уже собрания, как раз сейчас идет работа по обработке, по описанию коллекции переданных работ, представленные здесь, а некоторые экс-либрисы просто Владимир Иванович привез и показать, потому что это должен видеть каждый. Это работа признанных графиков ленинградской школы с мировым именем, знаменитости, чьи работы в государственных музеях и в армитаже хранятся. Ну, Владимир Иванович сейчас все подробно расскажет про своих коллег, графиков, друзей и знакомых. Ну, и вот экспозиция у нас, вторая часть нашей... А где Ваня-то? Ваня? У нас Вася. Ваня где-нибудь сейчас прибежит, будет. Ну, вот экс-либрис, как явление современного искусства. Проходите. И первая работа, это как раз работа самого Владимира Ивановича Будькова, наибири выставлялась, называется «Изограф». И дальше, Владимир Иванович, пожалуйста, слово. Работа сделана в технике литографии. Где-то в 94-м и последующие годы я почитал литографский клуб на Литейном. Тогда все говорили, литолог привел меня туда Олег Лихнин, признанный мэттор организации Санкт-Петербургских комбиналей. И сейчас работающий много, разъезжающий по миру, там, в Китае его, 4-х метровые полотни закупает. Вот этот график вырос вот до такой графики огромной. Сейчас он старенький, 70 лет. Вот. И вот он меня привел, говорит, давай Новый год справим в литографском клубе. И там люди песни запели, и стихами заговорили. Было очень-очень интересно. И вот я стал этот клуб посещать. Клуб этот мы рисовали на камнях, на известковых. Печатник Муськин, Михаил. Сейчас в Академии художество работает, тоже уже за 7-й перевалил. У него огромное количество, значит, литографий. Вот там я печатал, и такого вот изографа напечатал. Человек, пишущий икону. Изограф – это и тот, который рисует, и который пишет. Графоман, родственная сила. 2001 год. Это уже не в литографском клубе. Хорошо. Как только я там в одной выставке участвовал в 1994 году, религий много было ходить в Киеве, мне там с Казимовой дали вторую премию. Одну из вторых. 500 долларов. США. Вот. И там, значит, со мной стали переписываться. Вот Марио де Филиппис писал мне, сколько-то писем и слал этот человек, который в книге рекорда Гиннесса. Больше всего у него эксилибрисов, посвященных лично ему. Он жил в городе Ореца, Италия, заказывал всем, кому можно. И когда у нас не было полиграфических средств компьютерных, он уже ими обладал. И вот он рассылал всем брошюрки. Мы были в экстазе. Просто не было отпечататься. Чтобы отпечатать, надо в типографию идти или иметь дорогостоящее оборудование. Тоже оформиться, вот, в Литтоградске. Это страшное дело. И вот де Филиппис промышлял этим делом. Рассылал нам брошюрки, подворки. Вот мы сегодня посмотрим. Заменитое дядька. Вот такой самолюбимый. Вот. И я, конечно, по-итальянски не бум-бум, по-английски не бум-бум. Ходить надо было по учителям, переводить письма. Ну, а мне это так надоело, что я и бросил этот экстаз. Вот. Значит, перечень работ. Экстаз раньше модно было в СССР. Провинциальный экстаз. Занимался провинциальным больше такой и венский. А Питер это самостоятельная школа, такая республика экстаз, которая выдвинулся. В Москве такого движения нет. Хотя там есть музей экстаз. Я там поехал. Такой Лобуев там был, директор. Но он, к сожалению, умер. Я хотел там возглавить активно, так это делали. Ну, как сказать, влиться в актив. А там тетенька пришла и всю работу завалила. Переключила музей на библиофильскую работу. Я пообщался с московскими экстазистами. Это оказались педагоги училищ, институтов. А два самых мощных аквартиста, Ноздрин и гравер Забор Верхоланцев, они поссорились с этим музеем. И теперь музей там ведет очень скромную работу. Вот такие выставочки промышляют. Там графику всякую, акварельки, масельца, дегустации, презентации. Скукота, короче. Пройдемте дальше. Первым художником, с которым я познакомился в Санкт-Петербурге, был такой Володя Верещанин. Одна работа тут и есть. А через него я вышел на Юра Люкшина, который сегодня тоже заслуженный. Он преподавал в детской школе в Эрмитаже, ну, для престижа. Жена уже была Маша Русская. А теперь Маша другой национальности. И вот он мне давал работу. Я ему книги привозил по искусству. Вот я любитель книг, альбомов всяких, книгами. Почему к Слибелесу вот пригорел, прикипел. Вот он мне такую работу интересную подогрел. Калаш, как бы его работа. Шесть-семь Слибелесов он нарисовал, но уменьшен, а уменьшен. У меня тоже есть такая работа большая. Посередине Андрей Рублев, покровитель художника. А вокруг сюжеты моих экс-либелесов. То есть Владимир Иванович Гудько, Житин. Вот это такая же работа, калаш. Вот это вот Финчук или Финчак, по-моему. Я на выставке «Религия и блога Бог-1» в 94-м Киеве получил подарок там от каких-то. Вот мы сидели за бражным столом, менялись работами. Художники имеют тенденцию меняться работами. Ты мне, я тебе нападать. Вот, и так вот, сюрреализм, стиль. Популярный очень. После Дали, будь здоров. Так, давайте дальше. Вот здесь. Марио де Филиппис присылал мне в обмен, значит, вот работа. Ему посвящена. Очевидно, славянство какое-то, но украинское, видите, с бандура. Сюр какой-то. А тут прямо по мотивам Данте Алигьери, который написал арт. Автором я даже не рассматриваю. Я не коллекционер. Есть такие книги, где можно по монограммам определить художника. Но мне это мало интересно, у меня оно лежит под спудом. И вот, товарищ Яночки, я решил потратить. И теперь это ваше будет работе. Так, теперь вот работы для меня не атрибутированы, я рада их атрибутировать. Вот эту мне работу передал очень старый, от 30-х годов. Вениамин Викторович Худалей, доктор медицинских наук и главный коллекционер Союза раньше был. Мы с ним менялись, у Русского музея куча на кучу. Не считай. Вот я ему там работал. К сожалению, он нас покинул. Он ездил в Европу и много в обменный фонд ему поступало абсолютно ненужных ему экслиплисов. Он освобождался. А я брал как художник за сюжет. Ему сюжет был неинтересен. Ему важно было материал, чтобы это стоило. Афор. А если она сделана в технике цинкографии, Вениамин не считал нужным в своей коллекции хранить. И, в общем-то, он написал книгу «Книжные знаки дома Романовых». Вот. И вот он организовывал выставки, а потом протоптал дорожку в Англию. Чемодан их себе берет, там продаст, попиняет. И валюта. И вот он потянул за собой Юру Люкшина. Он знал английский. Вот. И Юра стал продаваться. А потом другие. Вот. Питерская школа из Сибирица мощная. В Москве даже близкая. И тем более по России. Валерий Мишев. Литератор. Художник. Работает очень скрупулезно. Жена тоже. Литератор. Сейчас в Москве там у детей живет. Ему за 80. Мы работали. Он меня рекомендовал в союз художников. С Яфниным и Латифом. Это три метра. Вот. Это была выставка где-то вот в Голландии, Нидерландии. Там вот в тех краях посвященная Меркатару, который карты составлял. И это уже заказные литеры вместе. Видите, карта нарисована на женской спине и на женских вот этих деталях. Это Меркатар и, значит, Ван дер Шот, Ван дер Брин. Это вот эти страны, которые говорят. Вот. Украинские школы экс-либриджа. Очень сильные. Я, значит, общался с президентом украинского экс-либриджского клуба Петрова Нестеренко. А сейчас по известным политическим событиям он не может со мной даже произойти. Когда мы делали выставку, он вдруг заговорил на мою. Когда мы так по-русски все. И, значит, сейчас две страны знаете, что Петр Нестеренко до сих пор очень активно. Они занимаются, но они от нас отделились стеной. Украинская школа графики очень сильная. Вот. Там есть и афортисты хорошие, гравер. Вот. То есть очень-очень. Прибалты неплохо выглядят. Все остальное послабее. Питер сейчас уходит, так так сказать. Больше в иллюстративную часть. И работают в редких изданиях. Валерий Вишин и Юра Боровицкий. Юра Боровицкий живет в Порте Нинградом. Сюжетные вещи. Вот. Хударение предоставляет. А это Валерий Вишин мне. Значит, подарил. Он пригласил меня сделать памятник его честью. Я вырубил. Ночевал в Новгородской. Работал много. В центре Питера мастерская шикарно. Позже Крыгового рынка. Он говорит, тебе лигами там 130 рублей? Или работу не буду? Конечно, работаю. Он мне вот такую работу дал. Она в британском музее. За 300 рублей. То есть я больше получил. Вот. Валера Азначовича старенький, стишки пишет. Вот. У меня Критик Ильич. У меня есть такая вот картина работа. Неизвестный хрунг. Там я написал, что вот. Вторичие его стихи. Раньше вот этот яйкокруг был при галерее Борей. Который сейчас влачить существование не очень. Они занялись авангаром там всяким. Вот. Ну и в центре Питера арендовать площади достаточно сложно. И мы на Борейской презентации просто не ходили. При них у нас было помещение. А потом у нас комплинирование. Вот. Ну, Валера работает в разных. Он любитель рисовать карты. Есть не только собиратели экспедиции. Но есть и собиратели карты. И вот он в графике заворажает такие карточные сюжеты. В Питере я где-то жил собиратель карты. Замени Михонубин. Переливанка плохая. Я бы болгнул этого коллекса. А это уникально, конечно. Вот. Ну, Валера вот. Очень интересный, скрупулезный художник. Ну, а Юра Бороевский импульсивный. Придет там к нам не таков. Ну, пошли в Валик. Пошли. Ну, русские народы. Парень. А вот такую технику. Вот он. Своя обучается. Очень популярный. Имеет быть коммерческий. Ну, и валина, соответственно. Вот так кто-то делает. Вот работа Олега Нихнина. Педагога. Организатор всяких выставок. Я помню какой-то выставки. Он пришел на литоком со своими учениками. Они притащили банку с оковками. Это что? Воздух этой выставки они заболевали. Не знаю кто. Здесь, значит, Горобилович, значит, у него. Надежный. Он любил ротик рисовать. Какой-то вот. Вот у него сейчас муза там симпатичный. Его сопровождает. Ему за 70 уже. Вот. Он много иллюстрирует. И классику. Все, что не попадет. От Достоевского. И сейчас работа рисует по 4, по 3, по 2 метра высоты. Вот. Очень графоматистый. И у него эти живопись похожа на графику. У меня посмотрите тоже. У меня графика переходит в живопись. У Раскарашин. А это Юра Люкшин мне подарил работы 70-х годов. Как он в детстве, там, в молодости отдыхал. Дворик и танцы. Вот. Сейчас идет стиль. Конечно, поменялся кардинально. Это ценные работы молодой Люкшина. Ну, лидера питерского графического бомонда. Фамилия Раскарашин была ругательная, конечно, при советской власти. Несколько словедок говорили. Ты не вздумай говорить, что ты с ним знал. Вот. А теперь они стали лидерами. А те, кто вот Галиле осуществляет, ушли. Вот эти творцы социореализма немножечко ушли. Раньше у нас... Ну, Люкшин опять в своем онколог. Вот это левый, вот, левый. То есть доска медно делается, травится. Надо просмотреть валиков на каталитис. Вот. Тоже они коллекционные имеют смысл. Художники их дарят, печатники дарят. А это окончательно. Вот и все. Вот говорят, там, русское народное, иконное используют. Да, вот здесь типа богоматички написано. Ну, на этом иконного коллекционера, вот, руководителя Вологодской галереи. Он, значит, почувствовал израиль. Ему не дали вынести коллекцию 50 тысяч и 700 провинциальных. Это национальное достояние, сказали. Не дали. Ну, дать бы это по одному дому. Жена осталась в Ярославле охранять эту коллекцию. Мы с ним переписывались, и я единство, скорее всего, выпускаю. Надо письма ему найти. Там уже трудно разобрать его из органов. Вот. А это Володя Верещагин. Вот. Ну, который тоже организовал конгресс. И выставка, и выставка, и первые. Вот. Ну, вот он, как бы, художник. Раскрученный. Раскрученный много. Но в нашей среде... Между нами. Вот. А это Ореска Леглоручка. Черновцов. Западенец. Он мне импонировал, как человек. Сейчас тоже почерп возит. Последнее время Маслова писал. Он изобрел свою технику. Мастера, бывает, что-то делают, никому не рассказывают. И не готовят. Как он меня делал, не знаю. Но она отвечает какими-то обневолочками. Вот мы его запоминяли. Несколько работ. А это вот в огне мне досталось. Вениамин Хурдалей мне, значит, подарил работы какие-то вот вроде Чехоскартера. Да? Чехословакия. Ему она не надо. Вот здесь интересно, граф, нарисован поль Гагэ. Знаменитый его базовый в виде головы с ушками. А поль Гагэ видится в виде таких, как Гагэ, полинетик. Писал ее в первую очередь для Диэрсии. Вот чем она хороша. Там не отписываются работы, а отписываются просто бывшие. Как он гнился, как он гулял, как он общался с этими полинетиками. Я помню случай отписываться. Едет он по острову. В какой-то деревне останавливается, перекусить. И хозяйка спрашивает, ты куда? Я говорю, а вот в ту деревню за женой мне придется. Зачем тебе только? Он бери мою дочку. Ну давай, сколько ей там, 14, понятно. Вот у него стоялась и жена. Он бросил жену в Париже, значит, а в этой хижине там 200 литров вина. Вот с полинетиками он там все. Потом добрые люди после его смерти хижину сожгли, рисунки сожгли. Поехали бы, если спрашивать. Так, где Гагэ, вот здесь. А где его родные? А мы сожгли. У нас понимание искусства. У нас в России сколько-то. На помойку выбрасывают альбомы всякие. Меграфия. У него есть иллюстрации разных произведений. Мало удачные. У меня есть собрание. Я даже написал. А вот чем интересно работает. Что здесь печати печати. Саша Михайлович, который сейчас в Ушлибрисе много пишет. Доворощенные. Такие сейчас на дому печатает исцеледование. Причем большие. Вот. Он печатает в цвете, станки там у него все. Значит. Вот Саша такие вот резал печати. Он им не резал. И все. Бум. Свои любил. Это тоже своего рода надпечатки и исцеледователи. Саша живет и здравствует. Но у Малачарского надо к нему. Знаменитые карты Мишина. У них много. Но вот мне перепала одна работа от него. Когда я вот там началом несколько дней. Литография в пять цветов. Сидели с Мушкиным. Вылизывали. Другими не давали. Вот. Каждую точку. Вот так вот сидит. Вот она рисовала. Видите точку. Это очень трудно накапливать. Это очень гладкий камень. Там значит туши используются. И карандаш. Вот сидел. И пять цветов. Представляете. Прогоню. Вчерашний большой обычный. Жемпляров 25. Ну. Валера значит. Ихнин там меньше. Люкшин. Работает в области редкой книги. Есть издательство Суспицына и прочее. Там старые статки даются. Шрифт тридцатых годов советских. И вот Юра сейчас рисует иллюстрации. Сейчас я вам покажу книгу с натуральными иллюстрациями. С граммюрами. А Юра, знаешь, что нашел. Уже просто рисует книги аквариумы. Как работали с царином. И нашли человека, который пишет русским шрифтом. И вот слово Богу Игоревич. На регистрацию нашего президента Путина. Книгу с аквариумами. Кто-то оплатил там сумасшедший оклад. С бриллиантами. Мухи делали. Вот иллюстрация его. И вот когда Юра занялся вот этими иллюстрациями. Ничем он от русских народных художников не отличается. От того же не видно. Но скромно. Ну ладно. А Валера тоже вот. Ну еще он с поэзи удаляется. Здесь вот на лестнице. Да. Штапаков. Штапаков. Да. Вот очень активный питерский афортист. Работает. И вот как петербуржцы любят пооригинальничать. То есть русского ничего нет. Сюр какой-то там. Второй тоже вроде питерский. Ну тут что-то. Ну вот на три угла. А вот интересно. Море забираете. Мэтром его считать можно. Он петербуржец. Но он всегда рисует русскую деревню. Я думал он архангел-огородец какой-нибудь. А он всегда. Мы рядом работали. Вот в летаку. Мы рядом. Вот его камень мой. Он женился на Аллой Дегире. И вот вы и посмотрите. Русское это вот карандашиком на камушке. Рисуют мелкие заставочки. И вот он русские народные сказки детям в черном цвете рисует. До сих пор. Мне это крайне не нравится. А вот тут. Издательство берут. Мы с ним ходили по издательству. Берут детям черные. Ну разве можно детям черные рисовать? То ли дело Вера Павлова там или Базанова там. Вот Базанова, кстати, моя землячка. И Михайлов, который вот печатник. Коллекционер ленинградский. По шелкаю. По шелкаю. На свой давай. На свой. Давайте здесь я вам сейчас в двух словах. Значит, я вот такую выдал статью. Редактор сказал бы, я целую сделаю. После вот религии много бог один. И я вот раньше мечтал, и не было ни ксерых, ни чего, хотя бы для типографии цинкачи сделать. Цинкографию. Вот экс-либрисы. Вот. Я их тут использовал. Я работал на кладбище. Моя. Вот начинался ленинградский экс-либрис-клоп вот с таких мелких изданий. Придлян. Коллекционеры первой поры. И они были библиофилы, мелкие книги любили. То, на что сейчас западает музей экс-либрисов в Москве. Там вот больше вот такие издания. Придешь, там вот коротыши лежат. Потом, когда пришел Вениамин Викторович, он стал масштабнее работать. Вот пошли такие каталоги. Серьезно. А вот куда я еда подарил. Оформлял Юра. И тут пошли все, кого можно было собрать в России. Дурандин, Вильям. В общем, надо смотреть. Верхоландцев. Сейчас уже восемь. Вот тут он у меня есть. Очень ценное издание. Но тогда не на несколько. В доме книги там. Не в доме книги, даже в лавке какой-то. Давайте сейчас откуда начнем. Давайте отсюда. Нина Козимова. Это да, ваш этот псковский... Сарик Шершнев. Я у него бывал в мастерской, мы с ним сошлись, на известной почве встречались. И он мне там давал. И даже у него были этикетки видны. Тоже у меня были. Я куда-то там. Музей какой-то. А что такого? Человек прожил тяжелый трудовой жизни. Вот я у Юрки купил станок. И дай-ка, думаю, попробую. Но соревнований в провинции нету. Питер мотаться надоело. Переписываться тем более с этими европейскими нанайцами. Ну, я начал царапать за сучки. Ну, вот такие. Это просто на медных досках цинковых. Просто его раз-раз ножом. Что-то такое. И вот эти сюжеты я до сих пор использую, но в живописи. Вот. Моё морда-лица. Вот. У художников существует такое понятие чек-лист. Вот Юркин чек-лист. Видите? Легше. Да. Санкт-Петербург рекламный. Что они делают? Вот я напечатал столько их северных. Если кто-то захочет собрать вот этот, или этот, или этот. Ну, принято в Европе. Цивилизованный. Вот. И кто-то захочет собирать. А они специально делают мало. Даже вот моноэкслимис в одном экземпляре. Сделает, и он там якобы ценность имеет. Ну, сейчас, видать, перестали платить. И отошли. Сейчас на иллюстрацию перешли. Но китайцы берут хорошо. Китайцы понимают у нас. Вот. Я забыл художника. Это Михайлову посвящен. Нина Козимова. Афартист. Она работает дома. Вот. Она сделала книгу какую-то, я забыл, со своими вот гравюрами. Это акватинта все. Она говорит, меня королевой акватинта называют. Вот муж ей помогает, сын там. Вот мы ездили с ней в Киев. Она мне столько вот... И вот эту книгу купила Третьяковка, русский. Потому что уникальная. Вот тоже уникальная книга. Михайлов, вот, Санька, издал с помощью какого-то монограмма инициала на Икс-Либрисах. Видите, вот. Художника определить, вот как вот здесь, видите, монограмма. Я забыл, как его звать. Хотя я его хорошо знаю. На Васильевском же. Вот. И здесь вставлены, вот, пример книги с Икс-Либрисами. Видите, я свою сухую иглу. Дед. Житие деда моего Петра. Вот она. Рождество. Моление. Истязание. Он репрессирован был. И успение. Икс-Либрис. Вот. Мой дед это был сектантом. Баптистом, наверное. Сибирь сослали и все. Потом вернулся опять в Белоруссию. И так же сектантом. Вот чем Саша Михайлов промышлал. Кроме того, что он икс-Либрис и печатал, он еще печатки резал такие. Вот. Но это тоже по-своему икс-Либрис. В виде печати. Вот. Ну, там. Вот Худолей написал. Вот моя литография. Здесь я, значит, нарисовал на бракосочетание. Не бракосочетание. Со своей последней супругой я ее, значит, решил закомутать. Вот пещерный мужик тащит голую тенку там куда-то в пещеру. Видите, он с палкой. Вот. Сейчас она внуков растит, моих троих там. Дочка развелась. Я говорю, я поехал на Вольные хлеба, на эти самые, на творческие. И живу в творческих моках. Вот несколько досок имел Саша, и он распечатал и доставлял тут этих афортов. Вот та же Нина. Вот видите, вот она там. Вот. Вот Нина опять. Вова Верещанин. Есть, есть. Ну, сейчас расскажем. Нам Казимова знакомо больше, потому что у нас экс-либерис для Курбатова в библиотеке хранится. Вот. И, в принципе, экс-либерис, который на лице... Это уважаемый человек, ну, вот, любит рисовать смыть рябеньками, я сказал. Видите? Чисто по-женски. Ну, женщины же цветут. Вот это мое-то морда-лицо. Так, Люк Шин, видите? Он, это, к религии в церковь похаживал. Святые места. Вот. Дневник паломника там у меня есть, это самое, его, наверное. Вот такие вот. Типа катал, я открыл. И вот он с Шинякиным выставлялся в Нью-Йорке. И вот Юра в чулепанах какой-то потащил. Подлов. Ну, в начале перестройки, мне всегда говорили художники, работы шли на ура. А сейчас наелись, и сейчас требует Запад, чтобы занимал антирусскую позицию. Как вот дождь. Будем помогать. Занимаешь прорусскую, фиг тебе. И это работает. Мне художники говорили такие вещи. Вот, смотрите, пушки. В Питере. Валера Мишин. Я как-то зашел в лавку художника, ну, купил за 10-12 рублей. Потом говорю, Валер, у меня такая штука есть. Он говорит, дай мне ее. Да нету. У авторов нету. И Люкшин, так же, вот, большие работы взялись. Петербургские шарманщики, не помню, кто. Гоголь написал или кто-то. Вот, или там, забыл, кто написал. Вот, тоже, дай, 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 вот и все. Вот, видите, экс-либрисы люди делают не в форме квадрата. Рыбина какая-то. Вот, в обмене пришли, мне не понять кто. Ну, боксин. Вот, Юра Люкшин. А вот я, занимаясь народным экс-либрисом, занимался сначала ксероксом. Вот ксероксом стал танировать. Их тоже можно считать авторским. Теперь, значит, уже клеить можно. Теперь появился цветной принтер. Я сейчас на липучке делаю и клею. Сейчас девушка принесет, покажет. Конечно. И вот сегодня с детьми мы встретимся. И вот себестоимость вот такого цветного 10 рублей всего. А такого будет тысяча. Вот, видите. Псков, я допустим. У меня псковские корни. Есть экс-либрис Будько для нашей, Владимир Иванович, для нашей библиотеки тоже на одной из них. Вот это моя живопись. Это обработано в фотошопе. Можно из любой вот черно-белой сделать вот цветной. На компьютере и подкрасить. Это вот детям, я сегодня преподам урок коммерциализации экс-либрис. Дети могут иллюстрации работать спокойно. Не обязательно вот абортный станок покупать. Сегодня дизайнер. Есть у нас замечательный инструмент, как компьютер. Его надо использовать. Дизайнер, художник, близнецы, братья. Спасибо за внимание. Теперь общую фотографию. Все дела. Спасибо Яне за... Яна, слушайте, я это самое. Она меня подбивает вот на основе вот этого старания. Отлично, мы будем ждать. Значит, еще живописи. И позвольте, Владимир Иванович, вам благодарю, в следующем консультации, я, к примеру, Ивана Павловой, за плодотворное сотрудничество и активное деятельство по продвижению искусства эксклипса в обществе крыльной культуры. Спасибо огромное. Минуту, сейчас я пару корчет принесу. Там тоже есть. Субтитры сделал DimaTorzok